Сирийцам сбили российский самолет. 15 военных на его борту погибли. Минобороны РФ уже пообещали ответные меры, но не Сирии, а Израилю. Почему стреляла одна страна, а обвинили другую, расскажет Сергей Услендер. Российский самолет был сбит сирийской ракетой, но виноваты в этом израильтяне. Такова логика официальных представителей Москвы. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь в средств ПВО Сирии. В результате Л-20, у которого эффективная отражающая поверхность, на порядок больше, чем у Ф-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Ил-20 морской разведчик заходил на посадку на базу Хмеймим вчера вечером около 23.00. В этот момент четверка израильских Ф-16 атаковала цели рядом с городом Латакия. По сообщениям сирийского агентства САНа, под удар попали промышленные предприятия, по утверждениям других источников, склады с оружием и боеприпасами. Сирийское ПВО пыталось отразить налет и под удар угодил российский борт. В Москве сразу перешли к угрозам. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия. Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Собственно, партнерства как такового и не было. Израильские военные предупреждали российских о готовящихся ударах заранее и все. Инцидентов тоже не случалось, кроме нескольких опасных сближений. Российские военные говорят, предупреждение было, но поступило слишком поздно. Не хватило времени отреагировать. По планируемой операции Израиль командование российской группировки ОСССР не предупреждал. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. В оборонном ведомстве Израиля ответили, что их самолеты уже находились в своем воздушном пространстве, когда сирийское ПВО открыло огонь. Прикрываться же российским самолетом израильтяне не могли, считают многие эксперты. Настолько велика разница в скорости между Ил-20 и Ф-16. Но теперь проблема в другом. Насколько этот инцидент осложнит отношения двух стран? Эксперты давно предупреждали. Столкновение интересов Израиля и России в Сирии лишь вопрос времени. Не помогла плотная координация между двумя оборонными ведомствами и даже круглосуточная горячая линия. Собственно, специалисты сейчас задаются другим вопросом. Почему на российском самолете не работала система распознавания свой-чужой, которая позволила бы избежать поражения сирийской ракетой? Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.